Сёстры Мы имеем сегодня особенное служение. Служение воспоминания смерти Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И это важно тем, что каждый раз, когда мы вспоминаем Его смерть, мы возвещаем Его страдания, Его искупительную жертву. Мы говорим о том, как было совершено наше искупление, наше избавление, наше спасение. Вот этим утверждается наша вера. И мы провозглашаем в духовном мире силу Его искупительной жертвы. Перед нашей молитвой, перед нашим служением, которое мы будем совершать, важным служением, как я уже сказал, я хочу сказать, что это одно из самых огромных таинств, которые совершает Церковь в своей жизни, в своём служении. Нет больше таинства, которое мы совершаем в служении предвечным Богом. Это самое огромное таинство. Соприкасаясь к святыне, к ломимому телу и пролитой крови, мы становимся причастниками божеского естества. И, конечно же, для того, чтобы это работало в нашей жизни, есть определённые условия, о которых говорит Священное Писание для нас. Там сказано, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Я хочу обратить наше внимание, это будет послание евреям, очень сложное послание по своей специфике, по характеру написания, и немножко порассуждать прежде, нежели мы придём к сути этого величайшего служения. Видите ли, в 11 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел говорит, что кто ест и пьёт недостойно. Что это означает? В принципе, если быть принципиальным человеком в этом вопросе, я просто хочу сказать, что среди нас нет ни одного вообще достойного человека, кто бы заслужил своим достоинством этот уровень отношений между Богом и человеком. Но принцип достоинства здесь выражен в том смысле, что мы должны рассуждать о теле, принцип тела, что это такое. 12 глава 1 послания Коринфянам апостол Павел говорит, что мы порость члены друг другу, каждый имеет определённую свою функцию в теле Господнем, своё предназначение, свой уровень, свою позицию. А Христос, Он глава церкви. И четвёртой уже главе послания Ефесянам апостол Павел говорит, что мы посредством всяких взаимоскрепляющих себя связей получаем превращение самого себя в любви, держась с главы, то есть Христа. Аллилуйя! Братья мои и сёстры, я обращаю наше внимание на сложное послание, на сложную мысль. Павел сам здесь говорит, что твёрдая пища в этом послании, она свойственно совершенна. И дальше он даже говорит евреям, что я не мог с вами, братья, говорить как с духовным, потому что об этом надлежало говорить много, но вы не способны были слышать. Я верю, что сегодня в нашем собрании люди, которые имеют способность от Господа быть служителями Нового Завета. Итак, четвёртая глава, последние стихи, последние в три стиха, четвёртой главы послания евреям. Прочитаем их, пожалуйста. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, «Будем твёрдо держаться исповедания нашего». Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушён во всём, кроме греха. И 16 стих – это стих нашей проповеди, это основа нашей проповеди. Павел говорит следующее слово. «Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Я сказал, что послание евреям, оно по своей специфике и характеру очень сложное послание. Апостол Павел преследовал три цели, когда он писал это послание. Первое, он стремился, обращаясь к евреям, показать, что завет, который они получили в патриархальный период, он потерпел фиаско. Дальше Павел в этом же послании напишет, что евреи не прибыли в Первом Завете. И Бог скажет позже через пророка, я отверг их от лица своего. Но дальше пророк, исполненный Духа Святого, говорит, что вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Иуды и Иерусалима Новый Завет, не такой, который я заключил сам и в пустыне. Они не прибыли в этом Завете, я отверг их от лица своего. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я возьму у них сердце каменное и дам им сердце плотяное. И вложу законы мои внутрь их и на сердцах их напишу. Братья мои и сестры, уровень служения Богу сегодня слишком высокого стандарта. Не просто, чтобы написать законы Божии в твоем сердце, намного выше, чтобы дать нечестивым образ мыслей праведников. Аллилуйя! Касаясь нашей жизни, Священное Писание говорит, что помышления плотские – суть вражда против Бога, потому что они закону Божию не покоряются, они не могут. А помышления духовные, а не жизнь и мир. Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вот поэтому мы сегодня имеем это важное хлебопроломление, которое стоит в основе Нового Завета, который утвержден на лучших обетованиях. Аллилуйя! Вторая мысль, которую проследовал автор этого послания – это показать бесполезность всего закона. Павел говорит в послании Римлянам, 8 глава, «И как закон был ослабленный плотью, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной и осудил грех во плоти». Друзья мои, закон ничего не смог довести до совершенства. Каждый раз он пытался схватить грешника-преступника и привести его пред судеб Израиля, вынести свой вердикт. И последнее, что он делал, он или побивал камнями, или сжигал огнем. Это было служение смертоносным буквам, начертанное на камне. Друзья мои, но Павел говорит, что вводится лучшая, дается лучшая заповедь, лучшая надежда, посредством которой мы с вами приближаемся к Богу. И Павел говорит, что как страшно было это видение, что даже Моисей сказал, что он был в страхе и в трепете. Служение смертоносным буквам. Если прикоснется зверь или животное, или человек перейдет черту, все было уже заранее решено. Закон был детоводителем ко Христу, закон имел тень будущих благ, а не сам образ вещей. И он что-то напоминал. Его задача была привести, но когда он был расшатан человеческой природой, обессиленный, потерявший свою силу, смысл и предназначение, Писание говорит, что он упразднил закон заповедей учением своим, дабы из двух создать в себе нового человека, устроя мир. Аллилуйя! И третья мысль, которая записана в этом послании, это перемена священства. Конечно, только сыны Аароновы, конечно, только сыны Садоковы имели право приближаться во дворы Господней. Только они имели из всего Израиля право одевать ефот, кедар и приступать к жертвам Господним. Но премудрость с глубины Божией она показала намного вперед. Намного вперед, когда Авраам возвращался после поражения царей, которые напали на Садом, Гоморру, Адму, Симаим и Беллу. Они взяли в плен и лота захватили. И Авраам собрал своих слух и напал на этих царей и одержал сильнейшую победу. Он возвратил весь плен, все имущество, все богатство. И там есть маленький этюд, на который указывает нам Дух Святой как будущую перспективу, о чем мы сегодня будем говорить в нашей проповеди. Написано, что после поражения его встретил Милхиседек, Иерусалимский царь. В отношении этого вопроса слишком много споров, понятий, воззрений, гипотез, интерпретаций. Моя интерпретация основана на Священном Писании, она очень проста. Это был непосредственно Дух Святой. Он вынес навстречу Аврааму хлеб и вино. Это была особенная встреча. Это было особенное пророческое действие, когда Христос сказал, что Авраам рад был увидеть день мой. Он увидел и возрадовался. Как он мог увидеть? Он видел хлеб в руках Духа Святого. Он видел вино, которое сегодня стоит на нашем столе, как прообраз величайшей жертвы Божьего Сына. Аллилуйя! Я хочу, чтобы ты сегодня рассуждал в этом собрании. Я хочу, чтобы ты сегодня понимал, к чему прозывает нас Господь. Не просто подошло время, не просто первая неделя, а просто потому, что ты не можешь жить без главы. Аллилуйя! Держась главы посредством всяких скрепляющих связей. Это одна из мощнейших связей, которая связывает нас с нашим главою, с нашим первосвященником. Друзья мои, Итак, мы имея первосвященника, понимаете, что Библия говорит, что выше Авраама из людей мы не можем найти никого на странице священного писания. Павел Галата говорит, что Авраам был и является на сегодняшний день отцом всех верующих. Это самая большая личность, правда? Авраам назван другом Божиим. Конечно, мы тоже имеем определенные отношения в дружеских отношениях. Вы, друзья мои, если исполняете заповедними, но, друзья мои, в том уровне и в той плоскости, в которой был Авраам как друг Божий, это самый высший уровень отношений между человеком и Богом. И понятно, что Павел уже будет писать 8, 9, 10, 11 главу Римлян, он пишет, что от них и отцы, от них и Христос, сущий над всеми Бог, от них пророки, от них обетования, от них, все от них, все от них. Но пришло время, когда Авраам, нося в отчреслах, в своих среслах, в своем естестве и Давида, и Моисея, и Исаака, и Исаию, и Еремию, и всех священников, и Аарона, он должен был дать десятину благословившего Авраама. И Павел говорит, послушайте меня внимательно, почему я подтверждаю версию, что это непосредственно был Дух Святой. И Павел говорит в послании к евреям, 7 главе, без всякого прикословия, послушайте меня внимательно, без всякого прикословия, меньший благословляется большим. Мехиседек благословил Авраама. И Авраам отдал ему десятую часть. И Павел позже напишет, что здесь берут десятины те, от людей, которые имеют на это право, а там, которые пребывают вечно, уподобляясь Божьему Сыну. Послушайте, это не просто был человек, это был Дух Святой, я еще раз повторяю. И я доведу вам это сегодня, прямо сейчас. Это был Дух Святой. И он благословил Авраама. Он взял десятину, как имеющий на это право. Уподобляясь священникам, уподобляясь Сыну Божьим, пребываясь священником Божьим довсегда. В Царстве Божьем Писание говорит, что все создано ими для него, власть или начальство, или господство, или престол, или все создано ими для него. И 10 стих, 3 главы послания Ефесской Церкви, стоит задача в том, чтобы ныне соделалась известную начальствами властям на небесах, начальствами властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Но Писание говорит, что только Христос выше Милхоседека, хотя Он стал по чину Милхоседека, то есть по характеру, по принципу, по схожести и по природе. Стал первосвященником будущих благ. Давайте просчитаем быстренько. Кто предсказывал в Священном Писании приходы Иисуса Христа? Исследуйте Писание, потому что вы думаете, через них иметь жизнь вечную, и они свидетельствуют о мне. Кто писал Писание? Человеки, будучи движимы Духом Святым. Дух Святой предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Второе, Он родился от Духа Святого. Третье, Он был исполнен Духа Святого, как Бог силою и Духом Святым помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил и исцелял всех обладаемых дьяволом. Следующее, Он принес Себя в жертву Духом Святым. Он вознесен был Духом Святым. И последнее, Он излил Духа Святого на нас. Библия говорит, почему я говорю о параллельности этих двух личностей, могущественных, царственных, божественных, о том, что Библия только их двоих называет в Священном Писании параклетами. Как к Духу Святому, так и Христу Слово Божье относится в форме параклета. В греческом это означает на нашем языке сегодня адвокат, ходатай, заступник, покровитель. Это очень важно, чтобы мы сегодня понимали, друзья мои, дорогие братья, мои, сестры, поэтому приняв, Христос говорит, что Он от моего возьмет. Спасибо большое. Он от моего возьмет. Раньше Христос брал от того, что было в служении Духа Святого, и вся параллель в служении, но никто, послушайте, никто не может принять на себя славы, авторитета и сана и звания, как только тот, кто поставляемый Бог. Христос тоже сам не принял эту должность. Поэтому я хочу, чтобы вы знали иерархичность тройцы, почему мы говорим Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Да, они три Бога, но Христос сам говорит, что Отец Мой больше всех. Поэтому Священное Писание говорит, что Дух Святой уподобляясь Сыну Божию, пребывая священником навсегда, ходатаем, служителем небесного святилища. И в этой ситуации Христос становится выше, потому что Он не священник. Дух Святой, Он священник небесного святилища. Христос является первосвященником будущих благ. Разница очень небольшая, но очень ответственная. Все священники, которые были в Израиле, они имели право на священодействие пред Божьим лицом. На пути в святилище они первое, что делали, они подходили к медному умывальнику, смывались, снимали с себя всю одежду, которую они находились в обществе израильском, там омывали свое тело, переодевались в священнические одежды, и дальше второе, что встречали они на своем пути, это был мерный жертвенник, возле которого совершало жертвоприношение. И после того, когда жертва была сжигаема и была принята Богом, священник продолжал свое шествие в святилище, первую часть скиньи, где справа стоял стол, золотой стол для хлебов продолжения, слева стоял семиломбадный светильник, который освещал все, потому что все было закрыто, везде была тьма. И прямо перед входом в святое святых, где была завеса, там стоял маленький жертвик курения, на котором особенно воскурялся особенный фемиам перед Божьим лицом. Это все, куда могли проникнуть священники, дальше для них все было закрыто. Но за завесую в святом святых там стоял ковчег Божий с двумя херувимами славы, осеняющими, с распростертыми крыльями над ковчегом, где был жазл, где были скрижали, где был сосуд с манною. Три вещи. Я не имею времени, чтобы сегодня останавливаться об этом, потому что у нас примет проповеди совсем немножко другого направления. Но туда, вот туда, где Бог сказал, я буду открываться тебе над крышкой ковчега, где ты будешь приходить в мое присутствие и получать мои откровения, где я буду говорить с тобой очень близко, когда я буду иметь с тобой очень близкие отношения, раз в год не без крови имел право войти первосвященник. И Павел напишет, что туда, претечию, за нас вошел Иисус Христос. Вот почему мы сегодня говорим, что мы имеем первосвященника, который прошел небеса. Знаете, когда-то в рамках в Риме после победы, когда возвращались римские войска, была такая арка триумфа, через которую проезжали генералы, трибуны, центурионы, шли непобедимые римские легионы, и Рим аплодировал им, Рим их восхвалял. Это было такое парадное шествие, триумфальное. Я представляю себе, вот мгновение неба замерло, стоят цари, свершенники, старейщины, стоят ангелы, серовимы, херувимы, архангелы стоят, а он идет, и это не просто счастье идет, потому что там где-то в глубине обитания божеского естества возгорается божье правосудие, божьих гнев, божий суд, и он спешит туда, спешит, чтобы скорее дойти, не просто прийти и посмотреть, но Писание говорит, что он вошел туда со своей кровью, и семь раз покропил пред Божьим лицом. Я представляю себе, каждый раз, когда Бог смотрит на тебя, на меня, на нашу жизнь, на наши ошибки, идет кропление, и гнев все угасает, гнев все уменьшается, правосудие ослабевает, почему? Потому что милость предходит пред престолом Отца, Аллилуйя, сюда, хвала Господу. Братья мои, сестры, я хочу сегодня сказать всем, поймите меня правильно, я так рад, я так торжествую, что я сегодня нахожусь не в служении осуждения, а в служении оправдания, Аллилуйя. Кир бодолас вараман отшения преведа глаудис. Я хочу, чтобы ты сегодня прочувствовал в этом собрании, может, ошибки твоей молодости, спотыкания, падения, грехи или провок, я не знаю, я знаю одно, что в этом собрании есть милость, Аллилуйя, которая имеет свойство превознестись над престолом суда. Аллилуйя. И она говорит сегодня в этом собрании в твое и в мое оправдание. Мы имеем первосвященника прощать всего небеса. Он прошел не только небеса, он прошел землю, Библия говорит, что он муж скорбей, изведавшей болезни. Он был искушен во всем, кроме греха. Послушай меня внимательно, что хочет сказать Господь в этом собрании его невозможно было искусить грехом. Павел говорит, посчитайте себя мертвыми для греха, а живыми для Бога. Вы умерли для стихии мира. Как же нам опять жить в грехах, в нечистотах, в мерзостях, в ошибках, в страстях, в похотях, те, которые христовые, но они распили. Распал ли ты? Умер ли ты для греха? Он был муж скорбей, изведавшей болезни. Он был испытан во всем. Я, иногда меня даже поражает, я люблю ехать в машине один, молиться, плакать. Это моя комната, тайная комната, когда я говорю с Богом, я говорю, почему ты так даже поступил своим единственным единородным сыном. Библия говорит, что хотя он и сын, однако страданиями навык послушания и совершившись сделался виновником спасения вечного. Бог положил в основание на сегодня камень краеугольный, драгоценный, испытанный во всех сферах. Это наш первосвященник. Знаешь, когда ты приходишь со своими искушениями, я часто говорю, беседую с молодыми людьми, и я им говорю, когда вы находитесь в Божьем присутствии, не стыдитесь рассказать ему все. Свои ошибки, свои опрометчивости, свои грехи, свои беззакония. Пусть вам будет стыдно тогда, когда вы пытаетесь грешить, но когда исповедуетесь и каетесь, расскажите Богу, признайте то, что вы не можете справиться с грехами молодости, с интернетом, с телефонами, с разными грязными вещами, которые сегодня мир наполняет атмосферу, всякие информационные источники, и мы туда, его народ обращаемся порою и пьем воду полную чашей и говорим, как узнает Господь, и есть ли ведение у Всевышнего? Есть. Есть ведение у Всевышнего, ты положил тайное наше пред собою и беззаконие наше во свете лица твоего Господа. Сегодня было прочитано, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря и ты там, сойду и в преисподнюю и ты там. Послушай, я хочу сказать тебе нечто в этом собрании, слишком высокую цену он заплатил сегодня за тебя, чтобы ты мог укрыться от него. Аллилуйя. Есть одно место, есть, где можно укрыться по тенью его крыл, в его присутствии, под действием его благодати в этом собрании. Я хочу, чтобы ты рассуждал, чтобы ты понял, что у нас есть первосвященник будущих благ. И мы можем приходить при его лицо. И каждый раз, когда евреи приходили своими жертвами, он шел в Божье присутствие и говорил, будь милостив, помилуй, прости твой народ. Он кропил, но кров животных она ничего не давала, она только напоминала о хрифе. Но никогда не приводила человека к совершенству. А мы сегодня имеем дело с кровью кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Он единократным приношением, послушай, чтобы не говорил дьявол, здесь написано, он единократным приношением навсегда сделал совершенными, освящаемых. Бог не смотрит на твою рубашку, на твое тело, на твое сердце, Бог смотрит на тебя и на меня через Иисуса Христа. Аллилуйя. Вот почему Он видит тебя и меня праведным, вот почему нас Дух Святой называет святыми, потому что Он видит нас в Нем, в Нем, в Нем, в Нем, в Нем, вы услышавши слово обетования, запечатлены обетованным Святым Духом, в Нем, в Нем, все в Нем, только в Нем. И если ты пытаешься брести по этой жизни без Него, мне тебя жаль, мне тебя жаль. Имя Господа. Крепкая башня, убегая тогда, праведник и безопасен, хорошо, время наше уходит, безжалостно уходит. Который подобно нам был искушен во всем. Последний стих нашей проповеди мысль доприступаем к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Мы уже сказали, что в Послании Голоссяном Священное Писание говорит, о том, что все создано имя для Него, начальство или престол или господство или все создано имя для Него. Есть разные престолы в Божьем Царстве. Писание говорит о том, что есть престол, великий белый престол, где будут судимы все люди. Писание говорит, что и ад, и смерть, и море отдало находящихся в них, и судить были все соответственно книг, написанному о них, о жизни. Я помню один случай в своей жизни мне рассказывали об одном человеке, который покаялся и построил правильное отношение с Богом в вопросе спасения. И пришло какое-то время, он был примирен, он служил Богу, он был христианином, он был запечатлен Святым Духом. Но в одно прекрасное время он работал в котельне оператором, это было еще на Украине. Его сменщик, тоже верующий брат, пришел к нему на работу сменить его после окончания смены, и он увидел, что этот человек разбитый, удреченный, погасшее лицо, ни улыбки, ни жизни, ни признаков радости, ничего не было в этом лице. Я задал ему вопрос, назвав его по имени, что произошло в твоей жизни, он говорит, я потерял спасение, я потерял все, я потерял надежду, я потерял упование, он говорит, что произошло в твоей жизни, говорит, я молился, я служил Богу, я делал добрые дела, я читал Слово Божие, я исследовал его, и однажды, когда я был на работе в ночную смену, и я услышал, как кто-то зашел в котельню, открылись двери, кто-то зашел, и когда я увидел, кто зашел, меня начало бросать то в холод, то в жар, это был дьявол, в своем облике, он посмотрел на тебя, на меня, и говорит, ты читаешь Библию, я как раз в это время читал Слово Божие, я сказал ему, да, я читаю Библию, ты покаялся, да, я покаялся, ты приобрел всю жизнь в порядок, да, я так сделал, послушай, но еще много вещей в твоей жизни осталось от меня, и придет время, когда мы придем с тобой на суд великого белого престола, и я там буду спорить за твою душу с Богом, и по всей видимости она достанется мне, и говорит, это меня настолько повергло в шок, в состоянии депрессии, отчаяния, безвыходности, я знал, что у меня есть недостатки, я знал, что у меня есть просчеты в жизни, я знал, что у меня есть все это, хотя я боролся с этим, работал над этим, прилагал максимум усилий, но у меня не всегда получалось. Человек, который пришел сменить его, а на работе был зрелым, опытным христианином, исполненным и Вадимом Духа Святого, он посмотрел на него и начал смеяться, как Илья смеялся во дни Ахава. Помните? Он говорит, послушай, ты же имеешь дело с жилцом. Первое, что я тебе хочу сказать, что церковь никогда не придет на суд великого белого престола. Она придет на судилище Христово, но не на суд великого престола. Она придет туда, но она придет не в качестве обвиняемой личности, а в качестве обвинителя, потому что церковь будет судить мир и падших ангелов. Я хочу, чтобы мы знали эти вещи, чтобы никогда дьявол не оперировал нашим подсознанием за счет нашей неопытности. Мы должны знать, мы должны утверждены. Апостол Павел, я очень сожалею о том, что мы мало проповедуем об этом в наших церквях. Павел везде говорил, чтобы вы укорененные, утвержденные, укорененные, утвержденные, кто копал и углубился и положил основание свое. Человек без своего основания, без своего утверждения этот человек подобен младенцу, колеблющимися и увлекающими различными ветроучениями. Это был тот человек. И он говорит ему, послушай, мы никогда туда не придем, мы придем только на судилище Христово, престолы. Есть престол, много престолов, я не буду сегодня говорить, потому что время наше безжалостно идет. Нас интересует один вопрос. Я хочу спросить у вас, всех присутствующих, поднимите, пожалуйста, руки, кто сегодня в этом собрании не нуждается в Божьей милости, кому Божья милость не нужна. Поднимите руку, пожалуйста, я хочу увидеть. Хоть одну руку, пожалуйста. Посмотрите теперь на зал ни одной руки. В этом собрании присутствуют люди, которые все нуждаются в Божьей милости. И мы пришли, чтобы его сегодня получить, эта милость. Все, кто сегодня шел на это собрание, никто не рассчитывал на то, о чем пишет апостол Павел. многие немощны, больны и немало умирают. Друзья мои, мы рассчитываем сегодня, кто-то втайне, наверное, шел и молился и думал, Господи, ну вот приду, возьму Твое тело, приму Твою кровь, и когда оно пройдет по всем моим артериям, сила Твоей жизни, сила Твоих ран, она будет исцелять. Перед ней бессильны клетки рака, инфекционных заболеваний, что бы это ни было, это царственная кровь, это кровь Божьего Сына, это кровь великого первосвященника, это кровь великого ходатая, это кровь великого искупителя, в чьих ранах есть абсолютное исцеление от всего. Аллилуйя, если ты поверишь все возможно верующему, прямо сегодня, прямо сейчас. Но как приступить к престолу, знаете, мы когда вот приехали в Америку и нас учили, идешь там в социальный сервис, надо фустемпы было получить, но не одевать дорогой костюм, правда, и рубашку красивую, туфли там, чтобы носки чуть-чуть были протертые, такие старенькие, ну, посмотрят на тебя, я помню, мы с женой, когда зашли, приехали только в Америку, они говорят, а кеш у вас есть в кармане, ну, покажите сколько, ну, я не знаю, там доллар или два было, всего помнятых таких, вот, не было много, но мы прошли на фустемпы, жизнь нас заставляет, идем вот к врачу, мы по-своему одеваемся, правда, в какую-то представительную сферу, еще по-другому, вопрос стоит сегодня у нас, как предстать предпрестол благодати, чтобы получить милость, что нужно для этого? Что нужно, чтобы получить милость? Ну, знаете, гаванитяне там пришли к Иисусу Навину в Галгал, переоделись, хлебы испорченные взяли, вино в старых мехах порванных привезли, нужно было обмануть и получить выгоду, Иаков там что-то мудрил, с козьими кожами на руки одевал, одежду менял своего брата, потасовывал свое имя, сегодня где та ситуация, сегодня стоит вопрос своей милости, и он, наверное, спросит, как твое имя? Можно скрывать долгое время, можно долго тусоваться, можно долго флиртовать, играть в церковь, в религиозную жизнь, но однажды он поставит тебя на берегах Иавока и спросит твое имя, когда будет стоять вопрос твоей жизни и твоего благословения, твоих детей, твоего потомства, твоего завтрашнего дня, твоего спасения, ты должен будешь сказать свое имя. И Павел говорит, да приступаем с искренним сердцем. Знаете, почему? Очень просто. Бог с искренним поступает искренно, а с лукавым, по его лукавству. Вот проверь свое сердце, оно не нужно мне, я не хочу, я не хочу, я иногда устаю от исповеди, я устаю иногда от покаяния, от людей, от разбитых, подавленных по жизни. Мне этого не нужно. Посмотри в свое сердце, что там, искренность, лукавство, что там, борошится сверху у тебя, что ты вспоминаешь по-быстрому в своей жизни, в своих поступках, во всех сферах, на кухне, в спальне, на работе, в дороге, на перекрестке, при обгоне машин, что ты вспоминаешь, что там у тебя всплывает в твоем сердце. Да приступаем к престолу благодати. И Павел в 10 главе говорит евреям, да приступаем с искренним сердцем. Второе, с полной верой. И по приходящему Господу надо, чтобы он веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Если человек с сомнением, если у человека в сердце неверие, Иаков говорит, да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Полная вера. И это еще не все. Там сказано кроплением очистив все сердца от порочной совести. Иногда мы в нашей жизни насилуем нашу совесть. Совесть это Божий страх нашей жизни. Он никогда не может быть мертвым. Она может быть опорочена, изнасилована нашими принципами, нашим хладнокровием, нашим безумием. Нашими симпатиями ко греху. Очистив все сердца от опороченной совести. И следующее. И омывший тело водою чистою. Мы сегодня говорили о медном умывальнике. Омывший тело водою чистою, дабы очистить ее баню водную посредством слова. вот когда ты сидишь в собрании, а проповедь идет, Слово Божие Дух Святой посылает, и оно находит тебя. На твоем месте ты находишься. И дергает тебя за твою одежку, за твою прическу, за твое поведение, за твои мысли. Дергает тебя. Омывает. Омывает. Обличает. Укоряет. И говорит, если бы мы судили сами себя, чтобы не быть осужденными с миром. Первое, что хочет Господь, чтобы мы начали судить себя. Если мы не успеваем, если мы настолько себя любим и льстим себе, то Он начинает нас судить. Будучи же судимы, наказываемся от Господа. Знаете для чего? Чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому Писание говорит, что наказание Сын Мой Господня не отвергай. И не тяготись, когда Он обличает тебя. Потому что Он наказывает всякого Сына, которого любит и принимает. Если приходят жизни скорби и страдания в нашу жизнь, значит Бог любит. Значит Он поступает с тобой как с сыном и с дочкой. Если ты страдаешь, значит Он любит, значит Он хочет, чтобы ты имел участие в Его жизни, в Его Царстве. Не тяготись этим. Не отчаивайся. Не отчаивайся, даже когда тебе допадается больше, чем других достается. Иногда так бывает. Перед вами стоит один из тех, кого у Бога особенные счеты. и поверьте, очень часто плачу и простите меня за такое выражение. Иногда даже не плачу, а реву. Кто знает, о чем я говорю? Но я знаю, что когда-то придет день, когда я зайду в Его присутствие. И Он заберет все мои слезы, скажет, хватит уже для тебя. Я знаю, что ты тоже когда-то придешь к своему пределу, мы все придем. Но сегодня у нас есть огромный шанс, благословенный шанс прийти в Его присутствие к престолу благодати, Боже мой, и получить милость. Кто-нибудь мне быстренько скажет в этом собрании, какая разница между милостью и благодатью? Кто-нибудь объяснит мне быстро? Если нет, я помогу вам. Милость это когда мы заслужили, но Бог нам не дает. Послушайте меня внимательно и запомните. Милость это когда мы заслужили и Бог нам не дает. Что мы заслужили? Чада гнева, рабы похотей, и такими были некоторые из вас. Что мы заслужили? Гнев и осуждение, но Бог по своей милости не погубил нас. Это милость. Что такое благодать? Это когда мы получаем то, что мы не заслужили. Все хорошее, всякое даяние доброе и дар совершенный не сходит от Отца святого. Это и есть проявление Божьей благодати. Хорошо. Я знаю, время мое ушло. Последний пример. И мы приходим к молитве. Я думаю, мы попавлимся, да? Это было в доме одного из известных учителей того времени Симона Прокаженного. В доме было все красиво, я так представляю себе, условно коврами. Были званые гости. Было много гостей. Равины, учителя, фарисеи, законники. Возможно, садукеи были тоже там. На это торжество, на этот прием был приглашенный молодой Равен 32-33 лет, все больше и больше приобретавший авторитеты учеников в своем служении. Многих из косты того времени волновали вопросы успеха, преуспевания, служения, его учения, его проповеди. Можно было что-то узнать новое, можно было его скомпрометировать, унизить в глазах и поднять свои авторитеты. Ну, иногда люди так делают. Женщины обычно на таких торжествах они не имели права на присутствие. Если они заходили туда, то только на некоторые мгновения принести сладости, пряности, напитки, что-то еще, помочь как-то помягче сбить подушку для своего мужа или для гостей. Но туда зашла одна женщина, женщина не из лучшего общества, морально падшая. А я не знаю, я не знаю, была ли она по своей природе распущенной женщиной, или она была одной из тех многих, от которых в то время имели моду и время отказываться родителей. Если рождался сын, его принимали в семью, от дочери и обычно отказывались. таких подбирали всякие жрецы храмовые и делали из них морально падших женщин, которые торговали своим телом и делали прибыль для храма. Бог почему говорил, что цены пса и блудницы, не вносив сокровищницу Господню ни под каким предлогом. Все языческие храмы в основном существовали именно на эти средства. Я не знаю, кто она была. Я знаю одно, что в жизни этой женщины был кризис. Она дошла до высшего эпогея разврата и опустошения своей жизни. Ее не волновала ни мораль, ни понятия, ни оценки тех людей, которые окружали ее. Она ни на кого не смотрела. Она даже у Симона прокаженного не попросила разрешения войти в свой дом. Библия нигде об этом не говорит. Она просто пришла к молодому Равину. Села у его ног. и начала плакать. Вы не потеряли мысль, о чем мы сегодня говорим? Приступить к престолу благодати, чтобы получить милость. Она просто сидела и плакала. Я не знаю, сколько времени она собирала на этот маленький сосуд с нартом драгоценного масла. Но все, что у нее было от былой жизни это немножко масла, чуть-чуть, с какими-то благовониями. И не трудно себе представить, какая цена была положена за это масло. Все, что осталось от былой жизни, это еще были красивые шелковистые волосы, не спадавшие на плечи. Это я думаю красивой женщины. она набрала ими и вытирала ноги молодому муравину. Волоса это всегда слава, это честь для женщины. Сестры, не стригитесь, вы бесчестите свои головы. Я говорю, это на основании Писания. Волосы для женщины это честь. Симон смотрел на эту драму и, наверное, потерял свои руки и думал, ну вот, наконец-то я получил против тебя хороший урок, хорошую возможность поставить тебя на место. Сидит и думает, вот если бы он знал, какая женщина к нему прикасается, если бы он был пророк, думаете, трудно было угадать по недорогой одежде вызывающего характера, по растрепанным волосам, по выцветшим блуждающим глазам бессмысленным. Неужели было трудно догадаться, какого сословия человек попал в это преуспевающее общество нетрудно. Но молодой Равин оторвал взгляд от этой женщины. Я не знаю, если бы я был, может быть, мне даже было бы противно, простите меня, неприятно, чтобы такие люди прикасались ко мне, хотя в моей жизни ко мне прикасались разные люди. Иногда мне было противно, иногда брызливо, иногда я попадал в такие ситуации, где из ряда вон выходящее воняло в доме. Я помню Якутию, я помню 90-е года своей молодости, когда молодого благовестника от миссии «Голос надежды» меня послали туда излагать учение по церквям. И я думал, приеду в костюме хорошем, нормальным. За меня жена заботилась при галстучке, симпатичный мужчина в расцвете сил, 90-е года, сейчас мне 54, посчитайте в 90-е сколько было. Я думаю, выйду на сцену, буду проповедовать Библию по дыму, она будет лисаться, как в Джимми Свагерта, знаете. Мы тогда все были захвачены этим человеком. А Бог меня послал к инвалидам первой группы в коляске женщине. И в доме, простите меня, очень было неприятно, очень было грязно. Она одна, муж бросил, забрал детей, двоих детей. И она, кроме слез, искривленная вся такая, ничего не могла сделать, не приготовить ничего, и Бог меня послал туда мыть пол. Это было мое прикосновение. Бог учил меня, Бог стирал все мое амбициозное, все мое я. Он посмотрел на Симона. Я, говорит, пришел к тебе в дом, ты даже воды мне на руки не дал. Надо было ноги помыть хорошему гостю. А вот воды, ну хоть простому такому, более-менее уважаемому человеку, он не дал. Не поцеловал, ни головы маслом не помазал. Вот здесь надо было намазать маслом, было благословение, процветание, во взаимоотношениях. Ты ничего мне не сделал. А это вот женщина пришла, ты ее осудил, ты ее унизил, ты ее посчитал ни за что. А она с тех пор, как я пришел сюда, не перестает омывать слезами майя ной и целовать их. Не помытые ной. Вы помните? Не помытые были ной. Симон ему не помынул, она его целовала ной. Она мыла их слезами. Она вытирала последним, что у нее осталось от былой женственности. Это волосы. Уже ни чести, ни морали, ни совести, ничего не было. Еще волосы были на голове. И она вытирала. И он оценил. Она пришла по адресу. И она пришла правильно. Она обрела милость, поэтому сказываю тебе, прощаются ее грехи многие, ибо она возлюбила многих. Мы так привыкли сегодня, как старший брат, порой живем и думаем, ну да, служим, ну да, уже четвертое поколение в пятидесятниках, а он, а она, а что? Я хочу сказать вам, дорогие, сегодня мы живем в то время, когда Божья милость и благодать идет по перекресткам и изгородям городским и ищет у вечных коллег слепых хромых. И она их находит. Я бы мог сказать сегодня, прямо сейчас, аминь, на мою проповедь, но я этого не сделаю. Я хочу продолжить мысль прежде, нежели мы придем к молитве. Знаете, те, которые от изгородей и перекрестков, они приходят в среду Божьего народа, а здесь написано, а сыны Царства Божия изгоняются вон. Как это страшно, как это серьезно и как это опасно. Прежде, нежели ты протянешь свою руку кусочку хлеба и к чаши, чтобы принять глоток вина. Хочешь ли ты получить милость? Сколько людей сегодня в этом собрании? Я попрошу всех встать на ноги. Пожалуйста, все встаем. Сколько людей в этом собрании? Я теперь хочу по-другому поставить вопрос, которые нуждаются в милости прощения, спасения и искупления и обновления в этом собрании. Поднимите пожалуйста ваши руки. Вы видите? Я даже не буду вызывать вас наперед. Я просто хочу с вами помолиться сегодня и сказать, что самое главное в этом собрании, самое главное, послушайте, услышьте меня все, мы имеем перевосвященника. Он есть у милостивления, он есть когда-то и не важно какая твоя походка, какие твои глаза, какая твоя одежда сегодня или вчера, но придя в его присутствие, он наполнит твое сердце миром и исцелит боль твоей души. Я верю, что он хочет сказать сегодня в этом собрании, когда ты будешь уходить, иди и больше не гроши, кто не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет. Как это страшно! Посему, когда остается обетование войти в его покой, чтобы не оказался кто из вас опоздавший, мы будем молиться, мы будем приходить в его присутствие. Наверное, Дух Святой давно тревожит в течение этого собрания твое сердце, твое сознание, твою совесть, твои мысли. Не торгуйся, не спекулируй, не прикрывайся обстоятельствами, не прикрывайся ничем. Адам, Ева, ты в Божьем присутствии, тебе листья не помогут, листья не решат твои проблемы. Но если придешь с полной верою, кроплением очистить сердца от порочной совести, и омывший тело водой чистой, это одежда, характер, понятия, взгляды, отношения, поступки, слова, мысли, все, 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 везде Слово Божие, Слово Божие, баня водная, баня водная. Они зашли двое, это последнее из моей проповеди, помолиться в храм. Один был хорош, постился два раза в неделю, давал десятую часть всего, что имел, а у другого не было ничем похвалиться. Просто грудь и кулак, кулак и грудь. Помните, что он просил для себя у престола благодати? Он говорил, будь милостив ко мне. Он нуждался в милости, которой мы сегодня проповедуем. Богатящихся он отпускает ни с чем, а одиноких нищих он вводит в свой дом и напаяет от своего истока. Войдем в его присутствие с нашей молитвой, с нашими сердцами. И если вы чувствуете, что кому-то надо серьезно, глубоко покаяться или исповедаться в этом собрании, может быть, прерывая ход этого служения, сделай это сегодня, сделай это прямо сейчас во имя Господа Иисуса Христа на разрушение всякого греха, всякой нечистоты, всякой твердыни адской. Освободись от цепей рабства и как сын, придя в дом отца, протяни руку свою к чаше, к его чаше, к его хлебу. Кто будет есть и пить, тот будет иметь жизнь в себе. И я воскрешу его в последний день. Помолимся. в следующий день. Продолжение следует...